В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Продолжаются масштабные работы по благоустройству Видновского лесопарка. Надо понимать, что то, что будет построено, оно для людей. Его сохранять, пользоваться им будут люди, те, которые живут в окрестных домах. Сразу три новых детских сада в поселке Боброво распахнут свои двери уже в сентябре. Проектор, мультимедийные экраны, воспитатели будут оснащены ноутбуками, музыкальными центрами. Двухдневный фестиваль йоги в Видном собрал более тысячи участников. Видимо, здесь очень мощная энергия, прям сгустки такие большие. Есть столько разных интересных людей. Продолжается масштабное благоустройство Видновского лесопарка в районе улицы Заводской, Ольхова и Белокаменного шоссе. С какими трудностями сталкиваются подрядчики и успеют ли они завершить работы до наступления холодов? Эти вопросы на контроле у главы муниципалитета Алексея Спаскова. Мы находимся вот там. Какие-то элементы отсюда уходят в разные места, там скамейки, спортплощадки и так далее. В целом, все логично. Директор Видновских парков Моисей Шимаилов в подробностях рассказывает о ходе строительства, но карта не дает полного представления, и глава округа Алексей Спаский выходит на объект. Главное требование к подрядчику – максимальная забота о сохранении природного ландшафта. Сваи, никакого бетона. Так как проходят здесь сети, проектировщики перезердили на сваи, не монолит. И на сколько оно сбито стало? Пять, двадцать. В рамках региональной программы «Парки в лесу» здесь будет благоустроено порядка 60 гектаров Видновского лесопарка в районе улиц Заводской, Ольховой и Белокаменного шоссе. Главная цель многочисленных корректировок, которые вносятся буквально на ходу – сохранить как можно больше деревьев. Места есть, вообще не трогаем, там, где написано «вырубить». Вы сейчас увидите, у нас целый ряд отметин, можно рубить, а он прошел. Там же не на машинах гонять, а можно и вот так, и вот так, и вот. Максимальное сохранение лесного фонда стало определенной проблемой для подрядчика. Основная сложность – это не повредить те деревья, которые у нас не идут под вырубку. Потому что если строитель затрагивает это дерево, либо он его царапает, либо еще, это сразу же штрафы, это определенные административные нарушения. У нас уже были такие два случая. Два административных штрафа было наложено подрядчикам, прошли суды. Общий штраф составил где-то около 100 тысяч рублей. Следят за ходом строительства и представители жителей близлежащих домов. Часто именно от них поступают предложения о внесении тех или иных изменений. Если это возможно, проект корректируется. Скамейки, опоры освещения две оставляем, две уносим туда, на парковку, на ПЛК. Видео наблюдение, скамейки там уровня. Видео наблюдение здесь, да, 25 камер у нас. В общем, корректировку они делают. Перед началом работ проект выставлялся на публичное обсуждение, и найти компромисс между проектировщиками и жителями было нелегко. Но открытость к диалогу позволила найти решения, которые бы удовлетворили всех. Много было произведено вот этих собраний, встреч, много было корректиров. Какие-то объекты исчезли полностью из проекта, какие-то добавились. Поэтому только через общение. Вот и надо понимать, что то, что будет построено, оно для людей. Его сохранять, пользоваться им будут люди, те, которые живут в окрестных домах. В следующий раз Алексей Спаский планирует приехать сюда через две недели. К тому времени строители уже обещали показать несколько возведенных объектов. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. 1 сентября в поселке Боброво откроются сразу три детских сада. Сейчас в образовательных учреждениях уже завершены строительно-монтажные работы и благоустройство прилегающих территорий. Завозится и устанавливается мебель и техника. Наша съемочная группа проверила, насколько готовы детские сады принять маленьких воспитанников. Здесь будет все для комфортного пребывания и учебы малышей. Кабинеты логопеда и психолога, спортивной и актовой залы, 13 групп с раздевалками, игровыми и спальными комнатами, кухня и уборной, полноценный медблок и пищеблок, прачечная. Работы по возведению детского сада на 325 мест в поселке Боброво стартовали еще в прошлом году. В каждой групповой ячейке у нас будет проектор, мультимедийные экраны. У воспитателей будут оснащены ноутбуками, музыкальными центрами. То есть все для такого современного развития детей. Спортзалы также будут оснащены матами, шведскими стенками, мячиками, конусами. Вот все для физического развития. Строительно-монтажные работы, работы по благоустройству прилегающей территории завершены на 100%. В настоящий момент осуществляется поставка технологического оборудования на объекты. Это детские кроватки, мебель и так далее, оборудование медицинских блоков. По соседству расположился детский сад чуть поминиатюрнее, на 225 мест. В остальном же он практически полная копия предыдущего. На первом этаже оборудована просторная комната охраны, откуда можно будет следить за порядком во всем здании. В Московской области высокие требования предъявляются в принципе и к образовательным, и к дошкольным образовательным учреждениям. Это комплексная работа целого ряда министерств и различного рода структур, таких как комитет по архитектуре и градостроительству, которые согласовывают и свидетельства выдают об архитектурно-гостроительном облике, согласовывают технологические задания, министерство образования. Оба детских сада возводятся за счет областного и местного бюджетов по программе Московской области строительства объектов социальной инфраструктуры. Всего же в поселке Боброво 1 сентября откроют свои двери для малышей три дошкольных учреждения. Еще один сад на 225 мест возведен силами и на денежные средства местного застройщика. Объект готов к эксплуатации. Буквально на той неделе было получено заключение органами государственного строительного отзора в соответствии объекта проектной документации, норм и правил. Значит, здание трехэтажное, 9 групповых, по 25 человек рассчитано. Здесь также есть пищеблок полного цикла, групповые помещения со всем необходимым, актовые и спортивные залы, кабинеты психолога и логопеда. Он расположен, так скажем, внутри микрорайона. Благоустройство объекта сопрягается с благоустройством бульвара, через которого детки могут спокойно с родителями из каждых корпусов безопасно дойти. Пересечения с автомобильными дорогами отсутствуют. На прилегающей территории оборудованы теневые навесы, спортивная зона и мини-огород, где ребята вместе с воспитателями в теплое время года смогут выращивать овощные культуры, ягоды и зелень. В будущем микрорайоне планируется построить еще два детских сада. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Гульнар Балаева. Видно-э-ТВ. В здании управления Министерства внутренних дел России по Ленинскому городскому округу прошло заседание Общественного совета при УМВД. Председатель организации Валерий Нефантеф отчитался о работе за первое полугодие и обсудил с коллегами планы. Основа деятельности совета – это взаимодействие с населением. Общественники провели более 20 мероприятий за 6 месяцев. Среди них акции «Студенческий десант», «Экологопатриотическое лес Победы», а также «Один день с участковым» – мероприятие в рамках контроля за работой полиции. Работа, она вот так, когда работает, вроде не видно, а когда вот ее концентрируешь на один лист А4, это действительно много работы. Ну, члены общественного совета, как правило, присутствуют на приемах, которые ведут население, присутствуют при проверках сотрудниками полиции различных подразделений управления. И мы с удовольствием откликаемся. И, в общем-то, я думаю, польза определенная, конечно, есть. В летний период представители организации проводят встречи с детьми в рамках акции «Каникулы с общественным советом» и объясняют правила безопасного поведения. Когда задаешь вопрос там про мошенников, а знаете, и очень многие говорят, да, мы знаем, нам мама сказала, да, допустим, или взрослые те же, подростки, да, мы наслышаны, мы там вот видели где-то. То есть профилактика, профилактика, профилактика. Это очень важно, чтобы эти преступления в отношении наших граждан не совершались. Во второй половине года общественники планируют продолжить работу по профилактике. Воспитанницы спортивного клуба «Десантник» Екатерина Шаркаева и Анастасия Колесник взяли серебряную и бронзовую медали на международном турнире Поката в городе Орле. О своем выступлении и секретах успешного боя с вымышленным соперником каратистки рассказали нашей съемочной группе. Слово Натальи Буслаевой. Это невоображаемый поединок, а четко зафиксированная последовательность движений. Хотя по содержанию это именно бой. Поэтому ката нужно не просто заучить и бездумно повторять, но и понимать смысл каждого технического элемента. Ката – это бой с тенью. То есть они показывают движения, которые борются с противником представляющим. Но есть еще тройки ката, не только индивидуально, но тройки. Там они эти движения должны еще показать Бункай. Бункай – это один нападает, второй – это показывает, что он сделал во время движения. Ката – это и соревновательная дисциплина. Воспитанницы спортивного клуба «Десантник» стали призерами международного турнира, по этому виду каратэ, который на днях прошел в Орле. 15-летняя Екатерина Шаркаева заняла второе место. В целом я довольна тем, как я выступила. Стоило немножечко побольше потренироваться. И тогда бы я уверена, что я бы смогла взять первое место. Как отметил тренер Екатерина Сергей Крылков, до золота ей не хватило совсем немножко. Немножко отдыхала до этого, и сразу сборы. Немножко была не готова. А та девочка была более сильнее, более ярче смотрелась и дала больше результатов. Победа была первым местом этой девочки, прямо 100%. Но мы будем готовиться и будем стремиться тоже к первым местам. Вторая участница соревнования Анастасия Колесник только переходит в возрастную категорию от 10 до 12 лет. Соперницы отличались и по росту, и по уровню физической подготовки. Но, несмотря на то, что это были первые соревнования Насти, ей удалось занять почетное третье место. Я думаю, что не хватило жесткости, резкости в конце ката. К слову, заниматься каратэ Анастасия начала благодаря старшему брату Владиславу, который уже более 8 лет удачно выступает в другой дисциплине – кумите. Она довольно скоростная, но техника немного хромает. Но это можно тренировать на сразу направление. Но перед тренировками и соревнованиями она отрабатывает, выставляет ее, так сказать. Тренируются спортсмены почти каждый день. Не забывают оттачивать мастерство и на каникулах, чтобы к новому сезону быть в идеальной форме для будущих побед и достижений. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Более тысячи человек стали участниками масштабного фестиваля «Йога-викенд». Видновчан, москвичей и гости из других городов ждала очень насыщенная программа, множество локаций и активностей. На два дня город Видное стал йога столицей страны. На территории отеля «Пальмира Гарден» в усадьбе Тимохова-Саласкина прошел масштабный фестиваль «Йога-викенд». Собралось очень много мастеров, очень много участников, которые обмениваются и обмениваются не только своими знаниями, экспертностью, опытом, а обмениваются еще своей теплотой, своей любовью. Здесь у нас достаточно много разных локаций. Есть танцы, есть медитации, есть трансформационные игры, концерт. То есть каждый может, человек, найти себе то, что хочет. Более 50 различных активностей, тренинги, лекции, квесты, массаж, телесные практики – все, от обычной шавасаны до редких трансформационных игр. Большая очередь выстроилась на дорожку с гвоздями. У москвички Светланы Киреевой за плечами свой рекорд – 30 минут на гвоздях. Но одно дело просто стоять, а другое – идти здесь каждая секунда на счету. Ну классно, но больно. Больно. И мне кажется, чем дольше стоишь, тем больше как-то проникает. Стоять на гвоздях может каждый. Нужна смелость, воля и желание, уверяет гвоздетерапевт Александр Журко. Свою практику он называет одним из инструментов честности человека перед самим собой. Это определенная аскеза, некий момент преодоления себя. То есть воля воспитывается в этом определенные качества, которые позволяют быть проявленнее, быть шире. Участниками фестиваля стали более тысячи человек. Видная Москва, Санкт-Петербург, Вологда и Казань. География очень обширная. Два насыщенных йога дня принесли массу эмоций. Видимо, здесь очень мощная энергия, прям сгустки такие большие. И столько разных интересных людей. Много улыбок, довольные счастливые лица, бомбические практики, куча инсайтов. Получить незабываемый опыт приехали не только любители, но и продвинутые йоги. Мару Марсианко, преподаватель экстатик танца или спонтанного танца босиком, старается не пропускать ни одного йога-фестиваля. Это показывает людям другое качество отдыха, другое качество времяпрепровождения. Отдыхая, можно расти. То есть не ходить для этого на учебу или на какие-то там отдельно. А в этот момент мы и расслабляемся, и наполняемся. За новыми знаниями приехала и Виктория Носкова. Уже пять лет девушка преподает йогу, но учится по-прежнему каждый день. Йога – это путь работать через тело к себе настоящему. Поэтому растяжки, мягкие вытяжения, практики – все это приведет к себе. Если стоять на этом пути твердо, расстилая коврик. Не сбиться с пути поможет и одежда, предназначенная специально для занятий йогой. Только из натуральных тканей. Яркая, комфортная, стильная. Это всегда дополнительный стимул для занятий, говорит дизайнер Ира Марс. Это же приятно, когда ты приходишь в форме, ты чувствуешь энергию мастера. Я еще делаю такие чехлы для ковриков, сумки для формы. Чтобы человек не с пакетами пришел на занятия, а чтобы он пришел максимально осознанный, красивый. Местом проведения фестиваля неслучайно выбрана территория отеля «Пальмира Гарден». Здесь есть все для активного отдыха, который запомнится надолго. Такое сердце видного. Здесь проходят разные мероприятия, часто проходят партнерские фестивали. То есть город здесь часто собирается, знает это место, любит этот парк. Йога-викенд планируется проводить на постоянной основе. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин